дорогие друзья добрый день меня зовут павел я записываю это видео в качестве небольшого извинения потому что два дня назад я сделал репостик такой замить такого замечательного продукта как каша барбоса вот я поскольку не имел достаточно технических знаний и технологии производства не смогу в достаточной степени оценить насколько это качественный хороший продукт но теперь я подготовился на вот мы сказочком изучили матчасть и теперь готовы все вам рассказать что и как как он производится как в какие в нем как сколько в нем витаминов для чего он подходит вот и какие положительные плюсы можно получить если употреблять это замечательный форм здесь и здесь будут описание и состав этого корма вот успокойся успокойся каждый сейчас вот итак начинаем первым напрямую что я хочу сказать что корм который вот этот вот каша она является экструдирование что это такое экструдирование это процесс обработки зерна при котором зерно подвергается механической и дермической обработки значит суть какая зерно поступает при помощи шнека в цилиндр шнек крутится и создается очень большое давление до 40 атмосфер соответственно происходит частичное разрушение зерна разрушение оболочки зерна после чего она лучше усваивается организмом практически усвоение в два раза увеличивается улучшается вкусовые показатели и меняется химический процесс и химический состав так сказать продукт об этом я чуть чуть попозже скажу экструдирование является очень передовым методом обработки который позволяет практических два раза у всего увеличить усваиваемость зерновых кормов животными потому что если вот говорить о кормах которые не экструдированы то половина энергии которые вырабатывается при усвоении идет на то чтобы желудок как бы раскрыл оборочку то есть зерна в котором находится все питательные вещества и поэтому полезной пользы от обычного не экструдированного корма очень маленькая все же меняется после экструдации так сказать поэтому очень большая очень большой процент усвоения и что увеличивает большой прирост надоя у коров идет большой прирост мяса у бычков то есть и животные получается очень быстро могут набрать массу и вырасти и вот если используется экструдированный корм применение экструдированного корма незаменимо при откармливании молодняка таких животных как свиньи лошади крупный рогатый скот кролики и так далее при использовании экструдированного корма можно получить увеличение надоев молока в различных хозяйствах примерно от 18 до 40 процентов а вы должны понимать что это очень большой прирост то есть соответственно больше молока больше прибыли соответственно больше денег дальше я вынужден буду зачитать с телефона потому что текст для меня достаточно сложный но так я смогу прочитать без ошибок и достаточно быстро при экструдии под действием температуры давление происходит глубокое преобразование структуры и свойств питательных веществ что позволяет производить высококачественные продукты обладающие следующими свойствами улучшается вкусовые качества за счет однородности состава устраняется неприятный запах увеличивается доля сахаров это очень важно за счет деструкции полисахаридов под действием температуры давления происходит стерилизация кормов тем самым улучшается их санитарный статус они могут еще кстати очень долго хранится это тоже очень очень важный очень важный фактор устраняется или значительно уменьшается влияние антипитательных факторов их отрицательное воздействие на животных в результате экструдии получается более структурированный корм специально приспособленный и лучше отвечающий потребностям животных отрицательные эффекты обработки сведем к минимуму за счет быстроты операции время прохождения продукта через кудом составляет не больше 30 секунд вот а финальная часть операции вообще составляет всего лишь 5-6 секунд и как раз на финальной части операции когда давление резко падает и температуры падает когда уже корм выходит из экструдера то происходит его резкое увеличение в объеме из-за чего корм получается очень легкий соответственно и получается один мешок занимает очень большой объем ну на примере как кукурузные палочки то есть очень хороший пример вот этого корма то есть теперь один очень важный момент воздействие экструзии на берки на белки крахмал жиры углеводы то есть клетчатку значит экструдия экструзионная обработка повышает переваримости белков делает более доступными аномики слоты впоследствии разрушения молекул белка вторичных связей технология экструзии особенно благотворно влияет на белковые добавки для жвачных животных это очень важно так как при этом увеличивается количество белка не разрушающегося в рубце животного кроме того экструзия обеспечивает более полную своемость белка в точно в тонком отделе кишечника в итоге повышается продуктивность скота и снижаются затраты кормов то есть это важно помнить влияние экструзии на крахмал процессе экструзии крахмал желтинизируется что повышает его усвояемость при выходе из экструдера температура и давление резко падают что приводит к увеличению конечного продукта в объеме но это уже говорил применение экструдированных кормов обеспечивает снижение скорости расщепления белка в преджелудках повышение синтеза микробиального белка в преджелудках на 30 процентов повышение усвояемости крахмала за счет его расщепления процессе экструзии на сахар и декстрины то есть это очень важно то есть правильно как и написано в аннотации в рекламе что в этом корме крахмала нету то есть запомните это важно то есть он уже получается прошел частичное частичное преобразование уже в сахар и как тут написано декстрины то есть но но крахмала в нем нет значит снижает скорость и ферментации крахмала в преджелудках повышение повышает энергетическую энергии повышает энергетическую питательность рациона на 10-15 процентов значит продолжаем главным источником углеводов в кормовых рационных зверей является зерновые корма чаще всего используется зерно злаковых культур ячмень пшеница кукуруза овес в дальнем случае у нас еще присутствует гречка влаготепловая обработка зернового стырья методом экструзии эффективно повышает его питательную ценность и усвояемость для животных нагрев зерна до высокой температуры вызывает декстренизацию крахмала то есть образование легко усваиваемых углеводов а наличие влаги в сочетании с высокой температурой способствует его к листеризации привесы повышаются на 50-100 процентов от корм бычков на экструдате зерно с соломой 50 на 50 дает привесы у бычков мясной породы до полутора килограмм в сутки надои до пяти литров на корову в пересчете на стоимость молока высшего сорта время от корма бычков мясной породы до 500 килограмм при коврлении вот кормов нового поколения сокращается на 6 месяцев с 1,8 года до 1,2 года поэтому из всего вышесказанного дорогие друзья я был не прав по отношению к этому корму это очень хороший корм с помощью него вы сможете увеличить усваиваемость углеводов то есть и повысить питательную ценность тем чем чем вы кормите свою собаку также у вас могут увеличиться надои вот улучшится рост молодняка коров коз кроликов лошадей вот так же будет у бычков происходить более быстрый набор массы поэтому как бы я желаю здоровья всем собаководам кто использует этот экструдированный корм и кормит им своим своих своих собачек я желаю чтобы у них было все хорошо они были здоровы и не болели что еще можно пожелать да ибо еще раз больших надоев